Здравствуйте, друзья! Я снимаю продолжение видео о прохождении Белой Луны, Селены по знаку Зодиака Дева. Напомню, что по моим данным Белая Луна вошла в Деву 4 июля 2018 года в 13.45 по Москве и Киеву и выйдет из этого знака Зодиака 31 января 2019 года в 21.59 и перейдет она в это время в знак Зодиака Весы. Итак, в прошлом своем видео, если вы его не смотрели, посмотрите, пожалуйста, обязательно, я говорила о том, что такой информации я не находила нигде в интернете, я нашла ее сама. Везде в интернете вы найдете другую информацию, информация о том, что Белая Луна, Селена, переходит в знак Зодиака Лев 15 августа этого года. Ну что же, по моим данным это совсем не так, и я в прошлом видео об этом рассказала, посмотрите его, пожалуйста. Сегодня я еще раз вернусь к тому, что значит для Дев переход Ангела-Хранителя в их первый знак. И также расскажу о следующем знаке Зодиака, что принесет каждому знаку Зодиака переход Белой Луны, Ангела-Хранителя в знак Девы. Но для начала я хочу вам напомнить о важности и необходимости знания личного гороскопа. Уважаемые мои подписчики, прежде всего хочу вас поблагодарить за подписку. Я очень рада тому, что число моих подписчиков возрастает. Я искренне этому радуюсь, искренне радуюсь вашим комментариям. Мне очень приятно, что они все благие, несущие мне благость, радость. Благодарю вас. Итак, пожалуйста, построите свою натальную карту рождения в любом астропроцессоре в интернете и посмотрите, где у вас стоит вот такой значок Вселенной, значок Белой Луны. В каком знаке Зодиака и в каком доме у вас стоит Белая Луна. Очень важно, именно по этому знаку и по этому дому вам всегда помогает ваш Ангел-Хранитель. Всегда, вне зависимости от того, где сейчас транзитная Белая Луна. Если вам это сложно сделать или вы по каким-то причинам не можете этого сделать, то, конечно же, пишите мне, оставляйте комментарии или пишите мне на скайп или на почту. Все мои контакты вы найдете под этим видео. Итак, Девы, а также все те, у кого транзитная Селена будет проходить по первому Дому Гороскопа, ваш Ангел-Хранитель в период с 4 июля этого года по 31 января следующего года будет посылать вам сигналы через вас самих, через вас самих. Прислушивайтесь к себе, прислушивайтесь к своему внутреннему миру, обращайте внимание на знаки судьбы, даже на какие-то мелочи. Вот вы идете и видите, что перышко белое летит. Это ваш Ангел рядом. Обращайте внимание на свои сны, на свои мысли, на свои мечты. А также в такой период подсказки и помощь Ангелов могут приходить к вам через людей, которые рождены в период, когда Солнце проходило по знаку Овна, то есть от Овнов. Прислушивайтесь к таким людям. Львы, к вам помощь и подсказки Ангелов будут приходить через людей богатых, состоятельных, через тех людей, у которых есть некоторый запас ценностей, скажем так, это могут быть любые ценности, не только материальные, но и нематериальные, а также через тех людей, чья самооценка достаточно высока. В период с 4 июля этого года по 31 января следующего года также прислушивайтесь к тому, что вам говорят люди, рожденные под знаком зодиака Телец. Раки. Для вас белая луна проходит по вашему третьему дому гороскопа, а это значит, что помощь и подсказка Ангела будет приходить к вам через людей, так или иначе связанных с передачей информации, через писателей, журналистов, но, возможно, что и просто через тексты. Обращайте внимание, какая информация к вам приходит, через якобы случайно услышанную песню, через прочитанную якобы случайно статью, которая вам вот просто попалась. Обращайте внимание на эту информацию, а также на ту информацию, которую вам дают люди, рожденные под знаком зодиака Близнецы. Также информация от Ангелов может приходить к вам от братьев, сестер, а также иных родственников, непрямых ваших родственников, таких, как дяди и тети. Близнецы. Для вас знак зодиака Дева — это четвёртый дом гороскопа, и Ангел-хранитель будет давать вам подсказки через близких родственников, главным образом через маму. Прислушивайтесь, пожалуйста, к маме, ну и, в принципе, к своим домочадцам, а также к тем людям, чей дом богат и светел. Обращайте внимание на то, что они вам говорят. Также Ангел-хранитель может вещать через людей, рождённых под знаком зодиака Рак. Дельцы. К вам подсказки Ангелов будут приходить через любимых людей, через любовников и любовниц, в хорошем смысле этого слова, то есть через тех людей, с которыми вы ещё не живёте вместе официально, но встречаетесь, то есть через вашего парня или девушку, может быть, сожителя или сожительницу. Также могут приходить подсказки от ваших деток. Прислушивайтесь, пожалуйста, к ним. Устами младенца всегда глаголит истина. Но вот в этот период с 4 июля этого года по 31 января следующего особенно важно, что говорят вам детки. А также слушайте всех людей творческих и рождённых под знаком зодиака Лев. Дорогие Овны, для вас Дева — это шестой дом гороскопа. А это значит, что Ангелы-Хранители будут сопровождать вас во всех делах, связанных с работой. И информация от них будет приходить от ваших коллег, сослуживцев. А если вы начальник, то от людей, подчинённых вам. Прислушивайтесь к тому, что говорят эти люди, а также в принципе все люди, которые так или иначе вам служат. Это может быть даже, к примеру, официант в кафе или продавец в магазине. Или тем людям, которым так или иначе служите вы. Кстати, важный такой момент, позвольте себе это сказать. Сейчас животные, домашние животные, вы наверняка это знаете, и животные, я имею в виду не только живые существа, то есть собаки, кошки, но и растения — это тоже животные. Всё, что живое есть в вашем доме, то или тот, за кем вы ухаживаете, кому вы служите, может подавать вам тот или иной сигнал. То есть обращайте внимание. Если, например, вы нячитесь с кем-то, заботитесь о ком-то, обращайте внимание, что вам этот человек говорит. И также обращайте внимание на то, как ведут себя ваши животные, ваши цветы, к примеру, в доме. Те, все те, с кем вы связаны по долгу службы и на работе, и дома.